На всех других оставленных в Прибалтике советских базах уже обжились новые хозяева. Вот здесь, на аэродроме Ли-Элварда, теперь базируется первое в Европе звено боевых беспилотников-хищник. Теперь у нас появляется беспрецедентная возможность приглашать наших союзников и проводить тренировочные полеты для отработки миссий близких к боевым. Меняется законодательство Прибалтийских республик, которое упрощает управление на случай военной ситуации, подписанное американским правительством соглашение с правительством Эстонии и правительством Литвы о прямом доступе на военные объекты Эстонии и Литвы. Но прежде всего на те же аэродромы и на право американцев осуществлять там реновацию, то есть перестраивать этот аэродром, возможно, под нужды уже не только той авиации, которая есть сейчас, но которая, возможно, будет потом. Все это демонстрация силы. Ну, знаете, есть такой термин – жазулузские танцы. Когда войны выстраиваются на границе племен и начинают друг перед другом с копьями и всем остальным грозно танцевать и показывать свою готовность вот идти до конца. На первый взгляд истерия в западных и прибалтийских газетах не поддается никакому объяснению. Главная интонация – ущемленное в правах русскоязычное население готовится к бунту и ждет вежливых людей. К нам приезжали десятки-десятки эмиссаров, но это разведчики и журналисты, или журналисты-разведчики. У них единственное задание было добиться от нас, от представителей русской общины, от руководителей общественных организаций партий доказательства того, что мы уже готовы воевать на стороне России или мы готовы спровоцировать такую войну, пригласив из России в Латвию зеленых человечков, так называемых, или мы сами готовы стать вооруженными боевиками и устроить какую-то заваруху, которая даст возможность России везти туда свои войска. Прибалтийские порты постоянно принимают новую технику. Она отправляется на хорошо охраняемые базы, подобные вот этой, а даже под Ригой. Двое молодых людей из России попытались было устроить здесь акцию протеста. Мы вот посчитали таким эпатажным, может быть, жестом дать понять четкую и ясную позицию именно вот российского общества, народа России относительно размещения иностранных военных в Прибалтике. Теперь уроженцев Воронежа Александра Куркина и Андрея Попко судят по обвинению в терроризме и шпионаже. Немалая часть латышей, из простых людей, которые там являются рабочими, какими-то строителями, многие из них тоже, они очень негативно относятся к нынешней латвийской власти. И я даже встречал, например, вот в соседней камере сидел человек, он даже думал отказаться от латвийского гражданства, ему просили формулировку, почему. Он говорил, мне стыдно, что я латыш. Вот эти кошмары, вот эти фобии, что вот русские спят и видят, как бы завоевать эту Прибалтику, не знаю зачем, но вот, и они все время требуют, защитите нас, дайте нам гарантии. А какие гарантии? Побольше ваших сил. Вот чтобы базы у нас были, хотите разместить там ядерное оружие с большим, превеликим удовольствием. Все, что угодно. В американском армейском лексиконе есть такое понятие, как сапоги на земле. Boots on the ground. Это означает, что территория эффективно контролируется только в том случае, если на ней развернуты американские воинские контингенты. Каждое приближение или наращивание американского присутствия вдоль наших границ непосредственно, оно, конечно, срывает, но то, что называют, вернее, стачивает вот этот вот предохранитель. Эти демпферные системы, которые должны помочь избежать случайных конфликтов, они требуют прежде всего времени. То есть они хотя бы требуют времени на один телефонный звонок. Знаете, как раньше говорили, звонок другу, но только за океаном. Вот этот звонок другу, он требует хотя бы там 5-7 минут. Если возникает конфликтная ситуация, при которой этого времени не хватает, то дальше начинает уже работать система, и остановить ее очень сложно. Я уже начинаю вот думать, что, а может, просто привезут каких-то неопознанных людей. Не знаю, откуда их привезут, ну, наймут какую-нибудь частную армию, допустим. Устроят стрельбу просто на российской границе, какого-нибудь глухомания там в Латгальской. Потом это объявят провокации со стороны сепаратистов, и начнется какая-то заварушка, которая позволит очень много что списать, изменить геополитические реалии. Если еще год назад я уверенно говорил, что такого быть не может, сейчас я в этом не уверен, потому что слишком много людей в этом заинтересовано.